Деловая библиотека. Авторский подкаст Семёна Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост. Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семён Кибала. Тема сегодняшнего выпуска «Почему важно путешествовать». Странно так, подкаст вроде бы про книги, и вдруг тема путешествий. На это есть несколько причин. Первая – это то, что мне нравится путешествовать, и мне хочется поделиться с вами теми идеями, которые будут способствовать вашему личностному росту. Ну и второе – каждое путешествие в вашей жизни, оно словно прочитанная книга. То есть иногда достаточно всего несколько дней провести где-то на чужбине, для того, чтобы сделать столько же выводов, сколько вы сможете сделать, дочитав до конца какую-то серьёзную деловую литературу. В своих путешествиях я делаю множество заметок, которые так или иначе меняют мою жизнь. И, конечно же, мне интересно, а почему вообще люди путешествуют? И так вот в Австралии, я помню, спрашивал немку и француженку и американца, с которыми путешествовал, а почему вы это делаете? И чаще всего этот вопрос ставил в ступор людей, потому что оно довольно такой очевидный, и люди не готовы текстово отвечать или голосом. Они просто чувствуют, что это стоит делать. Но всё-таки ответ в основном был такой, just for fun, to meet new people, то есть наслаждаться, общаться и, в общем-то, получать удовольствие от этого. Такие люди из Америки, из Европы, они часто проводят в своих путешествиях по 8-10 месяцев, а иногда даже больше года. И даже есть такая традиция в некоторых странах, что после школы у них есть так называемый gap year. То есть они последние годы в школе работают усердно, чтобы скопить на своё годичное путешествие и, так сказать, осознать жизнь вдоволь, понять себя, понять других людей и после этого, вернувшись, уже выбрать свою специализацию, поступить в университет или начать работать. Я крайне поддерживаю эту методику, которая, конечно же, пока ещё не прижилась в России ввиду определённых опасений, стереотипов. И, в общем-то, русские люди только начинают путешествовать свободно, без туристических путёвок, когда они сами покупают авиабилеты, ЖД-билеты и проживание. Ну и, конечно, определяют тех, с кем они будут общаться. После такого годичного отсутствия, конечно же, невозможно вернуться таким же, каким вы отправлялись в это путешествие. То есть, конечно, прежний ритм будет уже совсем не тем. Так зачем путешествовать? И это вопрос не о каких-то короткометражных двухнедельных отпусках, то есть поваляться на пляже или отдохнуть от работы и ничего не делать. Это рассказы, размышления о путешествиях, которые длятся месяц и больше. Очень интересную фразу Тим Феррис в своей книге «Как работать четыре часа в неделю» привёл. Он сравнивает английское словосочетание «две недели» — «two weeks» — с другим словосочетанием «two week», то есть «слишком слабый». И многие люди действительно боятся отправиться в такое затяжное путешествие, потому что ведь здесь работа, здесь родственники, вся моя жизнь, и такой отрыв, он совершенно является отрывом от реальности. То есть это действительно приключение, на которое нужно решиться. Зачастую это не всегда так безопасно с виду, хотя здесь нет ничего такого сложного. Я убеждён в том, что путешествия — это больше, чем просто отдых на лежаках. Я в своих поездках больше работаю, чем отдыхаю, и работаю не только удалённо со своим бизнесом, но и работаю над собой. А зачем вам путешествия? Ну, здесь каждый для себя ответит на свой вопрос, и я подскажу свои пункты, которые я выделяю. Во-первых, это, конечно же, расширение своей картины мира. То есть взгляд на обычные вещи глазами другой нации — это зачастую разрушение той парадигмы, которая у нас есть в голове. Всё то, что мы принимаем за единственный верный ответ, может быть опровергнуто или дополнено даже после мимолетного разговора с иностранцем в трамвае. Это самый важный пункт. По-английски это качество я бы назвал open-minded, то есть открытый разум. Когда вы общаетесь с иностранцем, вы можете слышать вот такую характеристику про определённых людей — open-minded people. Но надо понимать, что не так уж и легко расстаться со своими убеждениями и открыться к новым знаниям. Здесь определённо ломка будет. Но тем не менее подвергните ваше суждение сомнению. Один любознательный разговор — это, как я уже сказал, словно очередная прочитанная книга. А для меня такие книги вызывают такую наркотическую зависимость. И люди иногда даже опасаются моих расспросов. Я вот вспоминаю, как в Финляндии я случайно встретился в аэропорту с девушкой, которая занимается продажей витринных двигателей. И она просто не могла отвязаться от меня, потому что я задавал всё больше и больше вопросов, пытаясь разобраться и любопытничал. Ну а ей, конечно же, на самом деле было интересно отвечать, потому что это её сфера, ей это нравится. И так каждый раз. Таким образом я познаю мир, я узнаю что-то новое не из газет, журналов или каких-то путешествий или блогов, а напрямую, прямо у людей, складываю своё собственное мнение. Вот так, к примеру, я узнал, что в Германии отправляться в затяжное путешествие после школы — это нормально, а во Франции это делают после университета. Но такие открытия возможно сделать не только, общаясь с молодыми ребятами, которые так же, как мы с вами, открыты риски в некоторых решениях, но и от людей, которые значительно старше нас. В марте 2014 года, совершая утреннюю пробежку в Австралии, я узнал много нового про то, что такое счастливая жизнь из уст пожилых австралийцев. Параллельно с моей пробежкой по тому же пляжу совершала спортивным шагом прогулку пожилая пара. Пляж был достаточно короткий, поэтому приходилось бегать от одного края к другому и каждый раз при встрече с их лицами обмениваться любезностями, потому что в Австралии так принято, они всегда улыбаются, особенно когда их связывает что-то общее, в частности вот эти занятия спортом. Ну и в очередной раз, пробегая мимо них, я не выдержал, остановился, и мы разговорились. Оказалось, что даме 78 лет, а мужчине 80. И на самом деле, если бы я закрыл глаза во время разговора с ними, то представил бы двух образованных людей лет 35-40. Они просто светились счастьем и для их возраста выглядели вполне здоровыми. Мне очень нравится подмечать расположение морщин на людях такого возраста, ведь сразу понятно, какие эмоции чаще всего встречались в их жизни. То есть, если они хмурились, то лоб в морщинах, а если улыбались, то морщинки сбоку от глаз и такие полуокружности у кончиков рта. И вот у них как раз был второй вариант. Ну и в тот день я завалил их вопросами, как, впрочем, и всегда. Я интересовался, сколько им лет, каков секрет счастья и вообще, чем они занимаются. Оказалось, что их звали Джон и Сара, и сейчас они на пенсии. В течение всей жизни они копили деньги и затем купили несколько домов и построили в них, то есть, организовали мини-хостелы. И время у них в основном уходит на обслуживание гостей этих хостелов, прогулки и общение с внуками и уже правнуками. Так в чем счастье? – спросил я их. И они ответили, что жить в свое удовольствие, принимая каждое событие в жизни как дар. Сара также подчеркнула важность заботы о здоровье. И она сказала простые вещи. Правильное питание, занятие спортом – вот залог высокого качества жизни. В этом я абсолютно согласен с ней. И какой яркий пример активной жизненной позиции. Я попросил разрешения сфотографировать их, и Сара уточнила. Селфи? И несмотря на свой возраст, они уже все прекрасно знают и общаются с иностранцами. Это, опять же, позволяет им окунаться в какие-то современные тренды. Неожиданно она отвлеклась от нашей беседы и указала на пожилого мужчину. Он вдалеке спускался к океану, буквально недалеко от нас. И сказала, что это Дэвид, и ему 90. И он каждое утро приходит на пляж и отжимается. Вот с кого нужно брать пример. 90 лет – это значит, что он родился в 1924 году. Он почти в 4 раза меня старше. А если говорить про мой взрослый возраст, то есть после 18 лет, то и все в 10 раз. Жене Дэвида 87. Сара и Джон представили меня этой старшей паре, и мы продолжили беседовать уже в пятером. Ну и ввиду возраста Дэвид поспрашивал меня о моем отношении к Сталину и о том, как преподносится его правление в наших учебниках истории. И когда Сара еще раз повторила про то, что он отжимался, Дэвид похвастался, что сегодня он отжался 10 раз вместо 8. Несмотря на свой почтенный возраст, старики смеялись и шутили так, словно сидели на студенческой скамье. Я смотрел на них и думал, а как же так, почему вот в России я наблюдаю сидящих на скамейках у подъезда бабушек, и не то, что они гуляют и рассказывают друг другу смешные истории, а они обсуждают свои болячки. Конечно, у многих таких пожилых людей в СССР была нелегкая судьба, и климат у нас тяжелый, и, конечно же, работать приходится много из-за грошей, но ведь все в нашей голове. Энергия наших мыслей гораздо сильнее, чем многие могут предполагать, и все то, что мы говорим, трансформируется в реальность. Эти старики улыбались, шутили, они учились всю жизнь, они не боялись ошибаться, и они следили за своим здоровьем. Не так уж сложно, правда? И это все касательно расширения своей картины мира. И я посмотрел яркий пример, и теперь у меня точно есть модель того, каким я хочу быть, когда мне будет 90. Когда вы увидите своими глазами, вам будет гораздо проще представить, а постоянно живя в социуме, где все жалуются, то, конечно же, невольно поддаешься этому влиянию. Первое – расширение своей картины мира, что дает путешествие. Второе – это легкость на подъем. В английском языке тоже есть свое словосочетание, оно звучит так – easy going. Как раз об этом, о легкости на подъем. Наша жизнь настолько насыщена рутинными вещами, что мы даже не замечаем, как превращаемся в роботов. Но у жизни нет правил. Мы сами загоняем себя в рамки. И я все детство смотрел динамичные фильмы и удивлялся тому, как же так, с главным героем постоянно что-то случается. Но это всего лишь фильмы, думал я. И, повзрослев, я попытался подвергнуть это суждение сомнению и пообещал себе, что я буду главным героем приключенческого фильма. Фильма, который называется «Собственная жизнь». И просто попробуйте говорить «да» всему новому, как когда-то это сделал я. Вы действительно будете удивлены тому, во что это все выльется. И так вот я, прогуливаясь в Австралии, я узнал у прохожей девушки Памел о волшебном острове Фрейзер-Айленд. И буквально уже через 20 часов я летел туда на самолете. И так началось очередное мое путешествие. Я просто говорил «да» всему, что встречал, как в фильме «Yes, man» всегда говорит «да» с Джимом Керри. Третье. Новые идеи. Ну, конечно, куда же без этого от охотника за идеями. Путешествие – это выход за рамки нашей привычной жизни. Мой блог – это акцент на идеях для нашей с вами жизни, не только на бизнес-идеях. Во время путешествия я чувствую такое опьянение от того, что происходит в моей голове. И, пользуясь информацией из пункта 1, вы получаете новые знания, а затем накладываете на то, что уже у вас есть в вашей голове, в вашем, в ваш багаж знаний. И так получается новое открытие. Помните, что никто не придумает до вас то, что придумали вы. Четвертое. Друзья по всему миру. Люди – это то, что делает нашу жизнь полнее. Что может быть лучше, чем знакомиться в путешествиях? Именно в путешествиях вы знакомитесь с сотней новых людей, среди которых обязательно находятся те самые soul friends. То есть, друзья в душе, с которыми вам приятно шагать по жизни вместе, с которыми у вас единые базовые ценности. И это чертовски приятно, когда ты прилетаешь в другую страну и видишь там своего друга. Так бывает, что мы не общаемся с моими soul friends годами, и затем однажды я прилетаю к ним, и как ни в чем не бывало, мы ведем беседу и рассказываем про нашу жизнь. Вот это потрясающе приятно. И это невозможно испытать, находясь всегда в одной стране. Пятое. Яркие эмоции – это навсегда. Ваш новенький телефон может разбиться, машина может устареть, а сильные впечатления навсегда останутся в вашей голове и будут передаваться из поколения в поколение в ваших рассказах. Я бы никогда не узнал, что такое настоящая индийская свадьба, не побывав на ней. Я бы никогда не почувствовал, что такое онсен, японские источники, если бы не заблудился в лесу рядом с горой Фудзияма. Пишите вашу книгу жизни. Путешествия вам в этом сильно помогут. Ваши дети обязательно будут спрашивать, а чем папанька и маманька занимались всю жизнь. И что вы ответите? Зарабатывал деньги и покупал себе все новые айфоны? Ну, выбирайте сами. Ну и последнее шестое. Что нужно в путешествиях? Ради чего все это? Конечно же веселье. Куда без него? Да, я без ума от пляжных вечеринок, от музыкальных фестивалей. Кто-то любит подурачиться в походах. У каждого свое. Улыбайтесь, веселитесь, не бойтесь выглядеть глупо. Ведь в этом самый драйв. И мне плевать, что когда-то кто-то сравнивает меня с ребенком. Да, это так. Ведь именно ребенок живет вопреки чужим суждениям. Хватит себя загонять в эти рамки. Почему-то, когда мы были детьми, мы позволяли себе все это. Позволяли себе быть собой. А сейчас мы, когда мы выросли, загоняем себя вот в эти жесткие социальные рамки. Перед кем вы рисуетесь? Поэтому, как говорится, work hard, party hard. То есть работай изо всех сил и ровно так же отдыхай. Вот это мои шесть пунктов, почему следует путешествовать. Повторю их еще раз. Расширение своей картины мира. Легкость на подъем. Новые идеи. Друзья по всему миру. Яркие эмоции навсегда. И, конечно же, веселье. Вот такой необычный подкаст, который посвящен особой книге в нашей жизни. Книге про путешествия. И закончить его я бы хотел фразой писателя Марка Твена. Он однажды сказал. Путешествия губительны для предрассудков, фанатизма и ограниченности. Вот почему они так остро необходимы многим. Спасибо большое, что дослушали этот подкаст до конца. С вами был Семен Кибала. Подписывайтесь на подкаст. Дальше будет еще интересней. И никогда не останавливайтесь в своих путешествиях. Пока.